ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Людей интересует вопрос управления своим мозгом, своим здоровьем и вообще своей жизнью. А человек — это не мозг? С точки зрения нейрофизиологии, воли человека, то, что условно называют душа, — это просто функции мозга. То, что мы называем волей, то, что мы называем личностью, пытаются контролировать более слабые еще животные системы, в том числе эмоциональные. Они пытаются, но не всегда. Они могут контролировать. В результате от этого и встает вопрос. Мною животные инстинкты управляют? Или же я высокоуровневая? Вот это, вот это. Хороший вопрос. Это уже другое дело. Мы — это наш мозг. Это правильно. Но дело в том, что у мозга есть вот эти два параллельных процесса. Один процесс — расчет всего, что нужно для жизни, а другое — подсматривание за этим процессом. Это подсматривание называется сознанием. Есть какие-то мозговые процессы. Мы их можем более-менее изучать. Понятно, как примерно их изучать. Есть сознание. То есть так или иначе сознание связано с субъективным переживанием. И генеральная проблема, которая не решена никем, и нет ни одной идеи, как ее решить, как мозг порождает субъективные переживания. В первой серии мы расскажем о людях, чье восприятие мира в силу врожденных качеств отчасти отличается от восприятия большинства. Это не болезнь и не расстройство. Они просто видят мир иначе. Если это «О», то у меня она белая. А если «Ноль», то прозрачная. Она прям вот такого совкового-зеленого-матового, и там чуть больше белого пигмента в ней, наверное. Такой серовато даже зеленый скорее. Такой скучный прям зеленый. Я вижу, что она голубого цвета на компьютере, но до меня она уже доходит зеленый. Я решила спросить у своего друга, как он видит имена других людей, потому что его, допустим, звали Антон, и его имя для меня было желтым. Я говорю, вот для меня твое имя желтое. Ну, в общем, диалог у нас не состоялся, и я поняла, что в чем-то, видимо, проблема какая-то с восприятием есть. Исследует этот феномен, может быть, человек 100 во всем мире, может быть, даже меньше. Скажем, когда я говорю что-нибудь, или когда вы говорите что-нибудь, то произносимым звуком соответствует как бы такая цветная лента. Каждое слово может быть представлено как разноцветная полоска. Это где-то вот в голове просто накладывается. Сложно описать. Ну, как вот кальку бы вы наложили, цветную, например, на буквы? Лично у меня, допустим, в голове есть больше цветов, чем которые может различить глаз. Потому что, допустим, в буквы А есть свет, и я не могу его точно найти в природе и показать. Вот именно вот такой я вижу букву А. Она есть у меня в голове, и я ее никогда ничем не спутаю. Она того же цвета, что и четверка, или, допустим, или четверка у меня. То есть, мне кажется, это дополнительные возможности мозга нашего. Окраски звуков, букв и цифр сопутствуют еще ощущение их тепла или холода, влажности или сухости, низости или высоты. Подобным образом воспринимается и пространство. Некоторые места Москвы я воспринимаю, независимо от их реального физического рельефа, как высокие и как низкие. Ну, скажем, Ленинский проспект – это высоко, светло и сухо. А текстильщики – это низко, влажно, бугриста. Ну, в общем, да, на коже. Только как бы не реально воображение. Я не знаю, как это точнее сказать. И в один прекрасный момент я познакомился с казанским исследователем. Он, к сожалению, сейчас уже скончался. Булатом Махмудовичем Галеевым, который исследовал синестезию в культуре. То есть такие культурные формы синестезии. Но это связь музыки, например, и света, и цвета. Но он, к сожалению, и на тот момент меня это сильно подтолкнуло к дальнейшим шагам, игнорировал физиологический феномен синестезии. То есть те люди, которые действительно этим обладают, и он о них, ну, он их хорошо знал, но он их немножко маргинализировал. И меня это немножко задело, потому что еще одна группа, и еще какие-то маргиналы, и только потому, что они что-то не так чувствуют. Ну, обычно, если заговариваешь, все так смотрят. Ну и... Как-то уже, ну, хочется куда-то убежать сразу, потому что думают, что ты эту кукуню нашли. Магия мозга в том, что мы обречены на отсутствие прямого контакта с физической реальностью. Мы не можем увидеть, что находится перед глазами, потому что это изображение, внешнее изображение, оно проецируется на сетчатку глаза, от глаза в мозг идет толстый такой тяж, нерв с нервными отростками, их всего миллион отростков, и по ним несутся те самые нервные импульсы. Нет изображения. А как же я вас вижу? Вот, видите? Ну, это и есть вот главная тайна мозга. Как он делает эти картинки? Мы, в принципе, не можем ничего видеть, а то, что мы считаем, что мы видим, это повторное раскодирование, раскодирование, но раскодирование этот мозг делает на основе уже собственного опыта. И поэтому мы видим все по-разному. Ну, кстати, когда я пишу именно от руки, то вряд ли, потому что, ну, рукописный текст, там просто идет одна линия, и там я не различаю цвета. А если именно напечатано в книге, то я вижу. Иногда я даже могу перелистнуть страницу, а потом вернуться, что это за грязное пятно-то? Ну, не грязное, а цветное пятно. А потом, а, это буква у меня такая яркая. А мне кажется, что это что-то на листе запачкано. Когда училась в школе, то, ну, очень легко было там, например, языки изучать. Потому что запоминаешь сразу букву, букву по цвету. Это происходит настолько на фоне, и я настолько к этому привыкла, что я особо не придаю ему значения. Просто иногда, допустим, если есть слово, которое мне не нравится, просто мне дискомфортно от этого слова, я могу на это обратить внимание. Там, допустим, слово «вкладыш», например. Терпеть немного слово «вкладыш». Мне просто оно неприятно. И оно у меня, в принципе, состоит из зеленых оттенков и вызывает дискомфорт. И когда были тесты тоже, там, например, такой тест у Антона. Например, какого... То есть написано «желтый фиолетовым». Ну, слово «желтый» написано фиолетовым цветом. Говорит, какого цвета шрифт? Для меня это просто вообще неразрешимая загадка, потому что «желтый» – это «желтый». Написано фиолетовым, а слово «желтый» для меня больше зеленоватый оттенок имеет. То есть у меня вообще-то сразу... Ну, дольше времени требуется, чтобы этот тест пройти. Это такая же данность, как зрение, слух. Зрение – это плюс лимит? Это плюс, конечно. Это канал восприятия. Ну, и это тоже... То есть изначально-то это мыслилось как объективное свойство вещей. Я же не знала, что это не все видят. Ни одна теория не смогла это объяснить. То есть у нас, как в науке, у нас определенная парадигма понимания. Эта парадигма делит наши психические процессы на восприятие, на сенсорные механизмы, на память. А здесь мы имеем такой феномен, который не подпадает ни под одну теорию. Не подпадает под те кубики, в которые мы играем, грубо говоря, про мозг. Потому что синестезия – это одновременно и память, и восприятие, и концептуализация. Есть несколько тестов на синестезию, и все они заключаются в том, чтобы испытуемый выбрал под определенную букву свой собственный цвет. И не ошибся, когда он повторяет это в третий, в четвертый, в пятый раз. Палитры обычно очень тонко настроены, поэтому испытуемый должен выбрать не просто синий цвет, а оттенок синего, который точно-точно соответствует его субъективному восприятию. Джей, она смотря какая, кстати. Если она большая, то она скорее зеленая будет. Если она маленькая, прописью, то она у меня коричневая. Я не знаю, как улыбки. Они у меня зависят просто от написания. Да, бывает, бывает. То, что Настя говорит, это вот типичная синестезия. То есть мне уже тест не нужно проходить, когда люди говорят, ну я не знаю, какого будет цвета, вот если я увижу, тогда я скажу. Человек ничего не придумывает, он просто реагирует на определенный стимул. Человек-синестет — это обычный человек. То есть внешне на его поведение обладание синестезией никак не сказывается. Я не помню, в связи с чем вообще я про это задумалась, но я, в общем, каким-то образом это из своего сознания вычинила и решила поискать в интернете, есть ли люди, похожие на меня. Ну и, в принципе, так стала этим интересоваться и узнала, что, в принципе, даже название для этого есть, и это исследуется, и другие люди такие есть. Поскольку это было всегда, это никогда не проблематизировалось. Я вообще до довольно позднего возраста, лет, наверное, до 12, думала, что это видят все, поэтому, ну, что тут говорить. Все видят солнечный цвет, и все видят, что четверг синий. Я вот люблю еду, типа хлеб, например. Не знаю, воду, то есть просто что-то, что имеет абсолютно нейтральный вкус или очень такой равномерный. Потому что, когда что-то начинает туда вмешиваться, мне не очень комфортно. С водой тоже сложности бывают. Если говорить про кипяченую воду, то эта вода, вот эта вот форма, она как грязное стекло, наверное. Вот эта вот вода бутылированная. Сейчас. Но она немножко розовая. Совсем чуть-чуть. В том-то и загадка этого феномена. В отличие от галлюцинаций, иллюзий и других, так сказать, фокусов мозга, синестезия не сбивает человека с какой-то его стратегии поведения. Галлюцинацией является то, что не имеет под собой какого-то физического стимула. Грубо говоря, этого человека здесь нет, а вы вдруг слышите его голос, и он вам что-то такое напевает или рассказывает. При синестезии физический стимул присутствует. Это буква. Понимаете? И у нее тоже есть цвет. И у нее есть дополнительный цвет. Если этой буквы нет, но есть мысль о букве, то все равно буква присутствует. Хотя бы в виде мысли. Я просто не понимаю, как можно есть и не видеть еду. Ну, в смысле, ее вкус в пространстве. Что у вас в голове происходит? Ты же, как синестер, понимаешь, что нам очень тяжело объяснить остальным людям, что мы видим. Ну да. Еду я вижу там формы, цвет, какие-то еще ассоциации, наслоившиеся сверху. Я просто не понимаю, что тогда происходит в голове, когда ты ешь, и ты этого не видишь. Ты просто ешь, как бы, и ты чувствуешь вкус. Я просто не могу разделить вкус с цветом. Вообще никакой визуализации не происходит. Абсолютно никакой. Это же скучно. Скучно? Да. Не, ну это, конечно, проще тогда есть, потому что ты можешь не сосредотачиваться, потому что тебе не нравится там зеленый цвет этой, не знаю, булочки. Я просто ем и продолжаю спички. Блин. Ну как? Так что в этом плане синестезии больше повезло, чем мне. Ну я бы не сказала, что повезло. Ну потому что, допустим, когда я устану очень сильно, у меня это восприятие, оно начинает обостряться, и мне, в принципе, становится очень сложно что-либо делать, потому что ты видишь слова, ты видишь цифры, ты видишь буквы, ты слышишь музыку в цвете, ты видишь еду, запахи, и все ощущения, ощущения остаются более острыми, и у тебя просто вот такая вот каша вокруг тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В одном из экспериментов мы показывали синестетам цветные цифры, Когда выбранные нами цвета не совпадали с представлениями о цвете цифр наших испытуемых, это вызывало у них дискомфорт. Четверка, и вообще не идет красный совсем. Это ужас, да. Она красная, яркая, синий совсем другое. Это мучительное сочетание цифр, потому что восьмерка бордовая, вернее сказать, вишневая такая, сладковатая, а четверка синяя, они совершенно не гармонируют. Я не выношу цифр 48, а восьмерка четверть. Наша с вами культура, я имею в виду европейская, в текущем ее историческом состоянии, сильно ориентируется на абстрактные понятия. И именно эта вот такая когнитивизация культуры, то есть отрыв от сенсорного восприятия реального мира, вероятно, является каким-то шоком, семантическим шоком для мозга. Наш мозг всегда ищет какие-то опоры, чтобы я не только понимал, но я еще чувствовал, чтобы я использовал свои сенсорные возможности для того, чтобы эмпирически насытить свое бытие. Теперь возьмем синестета, родившегося и начинающего только-только свою жизнь. Человек начинает воспринимать какие-то абстрактные категории, не имеющие под собой никакой оценочной деятельности. Один пройдет мимо этого и скажет, ну, буква и буква. Ну, запомню, какая она есть. У меня не возникает никаких семантических шоков по этому поводу. Я ее запомню просто как вот, вот что у нее есть две ножки, и она заканчивается острой крышкой. А другой, наоборот, скажет, странно, вот все предметы имеют смысл, мячик имеет смысл, мама имеет смысл. А вот у этой буквы, вот у этой вот закорюки, непонятно, зачем она мне нужна. Заметесь, анестезируются знаковые системы. От музыки до системы имен, от алфавита до названий месяцев. Это все какие-то системы, которые помогают нам ориентироваться в мире. А посуду предпочитаете стеклянную? Если я ем, то, в принципе, мне все равно. Иногда я люблю даже просто брать салфетку и так, потому что я не очень люблю, да, посуду. Это следующая стадия, просто без посуды. В смысле? Нет, я просто люблю стеклянную посуду. Ну, то есть, чтобы вот еду было видно, просто одну еду. Вот никаких ни белых контуров, ничего. Просто вот еду и чай. Чай, видно, что ты пьешь чай. Или кофе. Вам не мешает, нет? Когда вы едите из разного рода металлической. Если там какая-то жуткая тарелка, я просто с ума начинаю сходить. Особенно, если она какая-нибудь золотая, я просто даже есть не смогу это. Ну, как-то еду это опошляет прям. Она не самодостаточная. Она не самодостаточная, да. Вы утрачиваете сакральность поедания. Просто сакральность. Настя набрала 25 сотых. Это, по сути, на 75 сотых больше, чем достаточно. Ну, то есть машина подтверждает, что у нас синестезия. Мне кажется, что эта тема синестезии, мультисенсорного восприятия сегодня, именно сегодня, да, становится такой интересной, потому что во многом новые технологии, да, цифровые технологии меняют в целом наше взаимодействие с миром. В период пандемии мы так много все сидим перед экранами. Нам не хватает действительно каких-то впечатлений именно чувственного порядка. Художники, которые используют технологии сенсорного замещения, они, в принципе, создают искусственную синестезию. Когда в один сенсорный канал входит информация, ощущается другим сенсорным, сенсорной системой, да, вот этот вот процесс вот такой транскрибации, да, или информации, он где-то и является той самой синестезией, которая всех художников невероятно интересует. Максим Калмыков придумал такую работу, в которой музыка через программу, через алгоритм переводилась в тактильную реакцию. Из небольших отверстий в этом объекте выскакивали детали, похожие на иголки, но не острые иголки, как аккультура, только звуком, так и называлась работа, попадали в ладонь, и ты мог чувствовать, и даже мог узнать какую-либо композицию, особенно самая распространенная, типа металлики или что-то такое. То есть ты мог услышать эту музыку. И потом ты уходишь. Уходишь, а у тебя она еще звучит полчаса в ладони. Мне кажется, сегодня понятие сенсорного замещения намного актуальнее, чем просто понятие синестезии. Ну, сенсорное замещение, по сути, оно и базируется на синестезии, на эффекте синестезии. Вы в комнате, оглядитесь, что вы слышите. Искусство, оно на 80% это визуальное искусство в основном. Это как-то очень нечестно и тоталитарно по отношению к другим видам искусства и вообще к людям, допустим, которые у них отсутствует орган зрительный, но существенно проявлены другие органы. Есть такой проект Voice Vision, где незрячих людей обучают двигаться в пространстве за счет очков звукового зрения. Маша Молкова, она создала такой параллельно, создала проект художественный, где она предложила зрителям закрывать глаза и заходить со своим прибором, с собственной придумал гаджет. Программа сканирует изображение таким образом, что самое темное — это тишина, самое светлое — это громкий звук. То есть громкость регулируется яркостью, а высота звука регулируется высотой начертания. Чем выше яркий пиксель мы ставим, тем выше у нас звучит звук. Мы учимся все больше и больше наблюдать за собой в целом. То есть эта тема осознанного восприятия становится все более популярной. Синестезия — это тоже феномен, связанный с восприятием непосредственно, поэтому чем больше мы знаем про восприятие, собственное восприятие, или как это работает, чем занимаются ученые, тем лучше, тем интереснее жить становится. Технически это, получается, был фотоприемник, специально сделанный такой лазерный микрофон. Лазер, отраженный от вибрирующей поверхности и возвращенный как бы на специальный фотоприемник, тот, который может считывать вот эти тонкие вибрации, может нам, собственно, вернуться в виде вибраций звуковых. Мы можем услышать какие-то очень мелкие колебания химических реакций, которые мы можем увидеть, мы можем их еще услышать. Синестезия всегда была. Синестет воспринимает цвет музыки или цвет алфавита. Но до какого-то момента на этапе исторического развития человека не было ни музыки, ни алфавита. Тогда мы делаем вывод такой. Либо не было синестезии, либо синестезия была в какой-то другой системе. И, скорее всего, так как мозг – штука универсальная, скорее всего, синестезировались другие системы. Это могло быть все, что угодно. Если у вас, например, письмо узелковое, то, скорее всего, узелки какими-то воспринимались цветами или звуками и так далее. Скорее всего, синестетов как было 4%, так их и будет 4%. Я делаю вывод здесь и сейчас, что, скорее всего, синестезия – это какая-то мутация или определенное проявление свойств мозга, которое не то чтобы выгодно или невыгодно, она особо, она специфична. И она важна только самому синестету. Обопрется ли он и будет использовать это его право, его возможность. Обопрется – научит других в культуре, значит, получит блага, значит, будет развиваться и размножаться. Нет – значит, нет. Вот мне кажется, вот так эволюционно можно размышлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова